Сегодня второй день международного кинофестиваля «Русское зарубежье». В программу кинофестиваля вошли игровые документальные ленты из 11 стран мира. Все они объединены одной темой – жизнь русского человека за границей. В работах именитых, еще пока неизвестных режиссеров, в трудности адаптации в чужой стране, тоска по родине, надежда и желание вернуться. Представлять картину новосибирскому зрителю будут известные и любимые актеры Юрий Назаров, Юрий Беляев, Елена Борзова. Елена Николаевна, сегодня у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Прежде всего, позвольте вас поздравить с открытием фестиваля. Спасибо. «Русское зарубежье» – это тема особенная. Ее нужно не только понимать, но и прочувствовать, и прожить. Я знаю, что в вашей жизни тоже был выбор – уехать жить за границу или вернуться. Можете об этом рассказать? Ну, конечно. Я думаю, сейчас у многих этот выбор когда-то встал, когда перестройка началась, и многие поехали в Америку. Сколько песен тогда появилось об Америке? Все считали, что это американская мечта о счастье, о чем угодно. Все думали, что именно там сбываются все мечты. У меня муж уехал туда подработать. И, значит, я один раз съездила, потом второй раз с ребенком съездила. Думала, ну, посмотрит на ребенка, захочет вернуться домой. Но сама я там прожила недолго, месяца три, и бросила все в Москве. Я думала, что, значит, как-то я заражу его отчизной, родиной. Но этого не вышло. А сама я только поняла для себя страшную совершенно вещь, что невозможно мне вырваться из своих корней, своей земли и оказаться в другой среде. Я вспоминала одну и ту же фразу все время Аркашки Счастливцева в пьесе «Островского леса», которая говорит, живу день, живу два. А на третью думаю, а не удавиться ли? Я, мы жили в Лонг-Айленде, гуляла по берегу Атлантического океана с ребенком. И у меня такая тоска пробивать начала. Я поняла, что невозможно существовать в той среде, которая тебе не свойственна. Даже не потому, что я там не выросла. Я уже все-таки зрелым человеком туда приехала. Но муж-то там остался, он там живет, женился, и все, и как-то он счастлив. Но у меня не было ощущения, что я смогу там жить. Я вот пока три месяца там была, я для себя определилась, что первый раз я слово «Родина» написала всерьез, с большой буквы. Я думаю, нет, мои дети будут говорить. У меня два сына по-русски захотят, выучат любой язык – английский, французский, какой хотят. Но жить и говорить, и думать они должны по-русски. И как бы у нас плохо ни было, у нас тогда было очень тяжело. И есть нечего было, это был 93-й год, 94-й, очень было тяжело. И облизывали, как я говорила, эти самые баночки из-под йогуртов, потому что только если был йогурт, отдавали только ребенку. И вот при всех этих сложностях, и денег не было, и работы не было, я думаю, мы выдержим, Россия выдержит, мы прорвемся. И вы знаете, я там познакомилась с второй волной миграции, то есть с людьми, которые оказались там по воле судеб во Вторую мировую войну. И это казачество. И они мне рассказали эту страшную историю про Лиенце, там, где по приказу Сталина депортировали казаков в Россию, в Советский Союз. Понятно, что их всех расстреляли, по тюрьмам раскидали. И вот они чудом тогда, когда их депортировали, спаслись. И вот они мне рассказывали про свое ощущение, мироощущение, как они хотели вернуться на родину, как бы они хорошо ни жили, как бы они там не получили хорошую работу, там и все у них было нормально. Они все равно мечтали о России. Я у них попадала два раза подряд на такой инженерный бал 25 января, в Татьянин день. И там собиралось русское общество в середине Манхэттена. И я посмотрела, знаете, что они, какие песни? Под какие песни они поют и танцуют? Подмосковные вечера, там, что-то... Вот наши хиты, сейчас все не могу сразу вспомнить, 50-х, 60-х годов. То есть в то время, когда они пристально следили за Россией. Они не могут, они жили все равно кровью, они жили... Чего не хватало там? Вот знаете, чего не хватает? Вот они все улыбаются, все вроде нормально. Но вот там система существования, вот и эта формальная улыбка, души не хватает. У меня даже был момент такой, когда я там встретилась с нашей ассистентом по актерам из нашего театра. Я услышала ее голос в магазине в каком-то, где много наших эмигрантов. Только по-английски я думаю, боже мой, это же я знаю, кто говорит. Я так смотрю, это Маша. И вот она мне потом подолгом и говорила по телефону, говорит, Лена, ну вы же такие с Толиком патриоты, как ты могла уехать из России? Это она мне говорит. Человек, который, в общем, спокойно бросил Россию, потому что она не русская по происхождению, и ей легко было оказаться в другой среде. Вот, и она говорит, вы же такие патриоты. И тут я думаю, да, действительно мы патриоты были. Как это? Как это могло произойти? Почему мы вдруг за долларом, за длинным рублем или как там, за зеленым рублем мы поехали в какую-то Америку? Я думаю, да я никогда в жизни это не продам. Вот. И вот эти разговоры, я говорю, чтобы вот все бросить, моих друзей, маму там, у меня очень хорошие друзья, отеческие могилы, да, у меня папа похоронен там. Я думаю, как это, я сейчас все это брошу, чтобы разговаривать вот с этим человеком, с которым мне было неинтересно разговаривать в Москве, в России. Как, зачем я вот такой обмен сделаю? Ради чего? И вот этих друзей, которые твои друзья, которые вот у меня по жизни с детства идут, я никогда там не встречу. Я никогда их не увижу. Я с тоски умру. И даже вот с этими друзьями, которые появились вроде вот из второй волны эмиграции, они русские, они понимали, как мне плохо, они мне звонили, со мной разговаривали подолгу. Они не могут заменить то, чего я создала уже своей прошлой жизнью. Спасибо вам огромное. У нас в гостях Елена Борзова.